Ребят, всем здарова, с вами я Трипал и сегодня я вам расскажу о своей новой игровой, а самое главное бюджетной механической клавиатуре под названием Red Square Black Eyes. Если вы хотите побольше обзоров на мои игровые девайсы, то обязательно оцените этот ролик лайком, ну и давайте приступим. Итак, начнем с распаковки и тут в принципе ничего необычного. Открыв коробку вы найдете в ней непосредственно саму клавиатуру, ключ для отсоединения кейкапов и небольшой мануал по использованию. Сама клавиатура максимально компактна и для меня допустим это очень важно, так как мой рабочий стол не слишком большой, да и к тому же те, кто постоянно гоняют на различные игровые турниры, я думаю оценят эту клавиатуру, так как много места в рюкзаке она занимать уж точно не будет. Дизайн скелетон, что явно очень круто, а складывается такое впечатление, что клавиши просто-напросто парят в воздухе. По сути вся верхняя панель основа корпуса клавиатуры, к слову сделана она из цельного листа анодированного алюминия со скошенными гранями, которые лично мне очень сильно напоминают дизайн пятого айфона, ведь там были точно такие же скошенные края. Клавиши клавиатуры сделаны по очень крутой технологии двойного лития, это означает что кикапы состоят из двух слоев, одного внутреннего и прозрачного и другого внешнего и черного, благодаря этой технологии символы на клавишах не будут стираться, даже если очень сильно этого захотеть. К сожалению у этой технологии есть и обратная сторона медали, а именно подсветка, она распространяется немного неравномерно на кикапах, но к этому очень быстро привыкаешь и в дальнейшем не обращаешь внимания. Кстати подсветка здесь не RGB, она только белого цвета, но как говорится что вы хотели от механической полноценной клавиатуры с нампадом за 4500 рублей. Переходим к свитчам и здесь они фирменные, основой являются известный гетерон и лично мне попала в руки клавиатура со свитчами голубого цвета. Эти переключатели довольно громкие, имеют приятный характерный щелчок и спокойно выдержат 50 миллионов нажатий. Кроме голубых свитчей вы также можете выбрать коричневые, красные или черные, все они отличаются по силе нажатия, щелчку и естественно громкости. Также что меня очень сильно порадовало в этой клавиатуре это расположение клавиш, F1 находится точно над двоечкой и плюс к этому мы имеем полноразмерный большой shift и конечно же enter. Ну и из приятных особенностей могу выделить технологию фул крок, которая без каких либо проблем обрабатывает все одновременно нажатые клавиши, что позволяет делать комбо любой сложности в вашей любимой игре. Кроме этого меня порадовал провод тканевой оплетки, который точно никогда не перегнется, не перетрется и так далее. И естественно прорезиненные ножки здесь также очень хороши. Они придают крепкое сцепление клавиатуры со столом, что явно будет полезно в баталиях абсолютно любой сложности. Напоследок хочу показать вам все 10 разнообразных режимов подсветки, которые переключаются путем нажатия клавиши Red Square и Insert. В целом я очень доволен своей новой клавиатурой, по сути за свои деньги в ней есть абсолютно все, что нужно для комфортной игры и работы. Приятные тактильные ощущения, компактность, отличный переключатель Gitteron, который прослужит очень и очень долго, а также безумно приятная белая подсветка. Ну а на этом друзья у меня все, очень сильно надеюсь, что обзор вам понравился и кстати если данная клавиатура вам приглянулась, то прикупить ее не составит труда, продается она в магазинах MVideo на территории всей России. Обязательно оцените этот ролик лайком и если вы тут впервые, то подпишитесь на канал. Все важные ссылочки для вас будут в описании, моя группа вконтакте, моя личная страница вконтакте, мой инстаграм и так далее. Всем огромное друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok